Так, полная готовность. Передаю слово нашим спикерам. Привет. Как дела, как настроение? Надеюсь, что хорошо. У нас сегодня первый доклад, первый трек. Вы еще... Второй трек, первый доклад. Вы еще не совсем привыкли к интерфейсу, поэтому напоминаю, что можно задавать вопросы прямо во время доклада. Нужно это делать в Telegram-канале. Ссылка на Telegram-канал есть в расписании. И с нами сегодня Павел Стрункин, который не только занимается автоматизацией веб-приложений, возможно, даже вы уже встречались с ним на каких-то конференциях по этому поводу, но еще и разрабатывает сервис для визуального тестирования интерфейсов, о котором он нам сегодня расскажет. Паш, как вообще, как настроение, как тебе первый доклад в роли разработчика? Да, всем привет. Очень рад возможности выступить на конференции. К сожалению, в онлайн-формате. Хотелось бы, конечно, увидеть всех вживую и пообщаться, но нужно приспосабливаться. Настроение боевое. Буду жечь. Можем начинать доклад? Да, давайте тогда выводите слайды. И сегодня у нас тема визуальных тестов. Мы поговорим о том, что такое визуальное тестирование, в частности, с помощью инструмента, который я разрабатываю, и имя у него Visual Regressure Tracker. Значит, давайте знакомиться. И еще раз хочу сказать, что меня зовут Павел Стрункин. Называю я себя Software Developer Engineer in Test. Пишу за деньги на Java. В свободное от работы время и для души я пишу на JavaScript. Учу JavaScript. И так сложилось, что я еще и разрабатываю инструмент для визуального тестирования и управления результатами визуального тестирования Visual Regressure Tracker. Подписывайтесь на мой Twitter. Будете в курсе того, как я продвигаюсь в сфере разработки. Также подписывайтесь на Twitter самого инструмента, чтобы быть в курсе последних изменений в нем. И заходите в Telegram-канал. Здесь вы сможете получить ответы на вопросы относительно инструмента. То есть это чат как онлайн-саппорт. Милости просим. Согласно нашему плану, мы сначала поговорим о том, что такое визуальное тестирование, как засетапить инструмент у себя локально или на удаленной машине. Как синтегрировать его с тестами. Я вам проведу небольшое демо. Посмотрим, как этот инструмент, собственно, работает. Поговорим о планах, как я вижу развитие этого инструмента. Ну и, конечно же, расскажу вам, как вы сможете законтрибьюдить в него. Проект опенсорсный. И оставим немножко времени для ваших вопросов. Значит, начнем со вступления. Хочу рассказать вам такую историю, сделать постановку проблемы и показать вообще путь, который я прошел от вообще знакомства с визуальным тестированием до того, как я дошел до создания своего собственного инструмента. И представьте себе, ничем не примечательный сайт, обычный интернет-магазин. Мы на них часто скупляемся. Также некоторые из нас тестируют, некоторые разрабатывают такие сайты. Обычный интерфейс, хедер, футер, достаточно перегруженный мелкими деталями. И все это мы, как тестировщики на таком проекте, должны, конечно же, проверять. То, как оно работает. Плюс это мы должны проверять еще и на разных расширениях экрана. Ведь мы все любим responsive design. То, как наш сайт выглядит на десктопе, на планшете, на мобильных устройствах. За это мы добавляем какие-то CSS-стили и делаем, так сказать, резиновую верстку нашего сайта. И это мы, конечно же, проверяем. Плюс к этим трем разрешениям мы умножаем их еще на количество браузеров, в которых наш сайт, наши клиенты пользуются этим сайтом. И не дай бог, на вашем проекте еще поддерживается интернет-эксплорер. Кстати, пишите в чат, какую версию интернет-эксплорера вы сейчас еще поддержите, если такую поддержите, и будем делиться болью. И все это уже, конечно, мы будем проверять. Не знаю, доводилось ли вам видеть вживую то, как дизайнер рисует первую версию макета проекта. Участвовали вы в редизайне или приходили на проект на новый, который рисуется с нуля. И дизайнер в таком случае предоставляет спецификацию. На этой спецификации все, как в компьютерной игре. Все отступы выверены, все расстояния, все сделано, подобрано. Даже имена пользователей, такие, чтобы не было ни сокращений, ни переноса. В общем, все, как в идеальном мире. Все выверено прям под линеечку. К сожалению, когда мы уже приступаем к имплементации сайта, мы стыкаемся с реальным миром. Не все так просто. Наши программисты пытаются сделать его как можно более похожим на то, что нарисовал дизайнер. И это еще помогает. Результат первой версии будет действительно очень похож на тот макет, который прислал нам дизайнер. Еще и потому, что мы первую версию проверяем тоже под линеечку. Многие, наверное, пользуются такими инструментами в браузере, которые помогают мерять расстояние в пикселях. И мы прям все-все вымериваем и тщательно проверяем. Но с течением времени в наш проект вносятся изменения. И за чередой таких бесконтрольных изменений может получиться так, что картинка будет изменяться от версии к версии. Ведь наш мозг не запоминает конкретную картинку. Он не делает скриншот. Наш мозг запрограммирован на свою оптимизацию. И мы запоминаем образы. Есть хедер, есть футер, есть волосы у Геральта. И так может получиться, что Геральт, который у нас слева, может превратиться в Геральта, который справа. Кстати, кто узнал, из какой части Геральта, Геральт справа, тоже можете отписываться в чат. Причиной этому всего является то, как мы ставим задачу в последующих наших изменениях. Наверное, вы видели такие задачи у себя в бактрекере, когда клиент просит что-то поменять, говоря, что кнопка слишком мелковата. Или кнопка, наоборот, слишком большая. Как же изменится все остальное относительно этой кнопки, не уточняется. И, соответственно, остается на усмотрение программиста. Мы же, когда проверяем, конечно, проверяем и дизайн, но основной фокус у нас все же сконцентрирован на функциональности сайта. Так как мы проверяем, чтобы сайт выполнял свою главную функцию и все на сайте соответствовало нашим требованиям. Вот вам пример того, как после рефакторинга CSS у нас удалился файл, который нигде не использовался. Вот зарефакторили. И так получилось, что на стейдже, который мы готовим к продакшену, съехала картинка. С центра поехала вправо. Чтобы хоть как-то напомнить себе, как должна выглядеть наш продакшен, я пользовался тем, что открывал две параллельных платки. На одном я открывал версию с продакшена, на второй релизный кандидат. И делая идентичные действия, пытался образно вымерять, что они примерно одинаковы и выглядят так. Так проверять намного проще, особенно если вы еще, например, не знакомы с проектом. И не нужно быть каким-то гением или очень внимательным человеком, чтобы увидеть, что полэкрана нашего съехала. Конечно, мы зарепортим сразу же эту багу, и наш программист пойдет ее сразу же фиксить. Что касается же более мелких деталей, как, например, здесь в хедере, когда-то у нас был номер телефона. Неважно, что произошло, что этот номер телефона пропал, скорее всего, цвет шрифта у этого, у номера телефона стал таким же, как и цвет бэкграунда. Это такую багу уже найти посложнее, будем честны. Мы это все равно можем зарепортить. Конечно же, отправляем программисту, программист счастлив, что ему придется пофиксить еще пару CSS багов, и у него начинается такая, можно сказать, война не на жизнь, а на смерть. Ведь если ваш проект еще не использует новые технологии, которые отделяют CSS между собой в проекте, изменения в одной части проекта могут совершенно поменять другие несвязанные части. И узнать это вы можете, только открыв уже сам браузер и убедиться, что ваш сайт выглядит действительно так, как вы ожидали. Других путей проверить, как же он отображается, нет. Вам в любом случае придется это все проверить вручную. А это, кстати, занимает время и занимает достаточно много времени. Если еще и программист делает несколько итераций своих фиксов, мы можем потратить целые дни на проверку этого всего. На помощь же нам приходит автоматизация. Мы приходим к менеджменту или менеджмент приходит к нам и говорит, хватит это терпеть, надо ускоряться, CICD, процессы, интеграция, контроль. В общем, идем в автоматизацию. Ведь вас, наверное, тоже брали на позицию автоматизатора и до этого вам давали только мануальные задачи, потому что нужно было все сейчас и сразу же. Но тут уже приперло и нужно автоматизировать. Ну и мы, конечно же, автоматизаторы с опытом в вебе будем автоматизировать. Из того, что мы знаем, мы будем автоматизировать с помощью Selenium. Так как мы не разбираемся в том, что именно покрыто на других уровнях нашей системы, на юнит, на интеграционном уровне, мы будем покрывать все-все-все через UI уровень. Также мы будем писать очень много проверок, которые помогут нам проверить, что весь этот функционал работает как и ожидалось. Весь этот процесс написания тестов может превратиться в написание такого достаточно большого фреймворка или другими словами велосипеда. Кстати, не поймите неправильно, я не против написания велосипедов. В каком-то смысле велосипеда – это двигатель прогресса. Здесь я, скорее всего, говорю о том, чтобы мы учли пожелания заказчика и его ресурсы. И не принимая решение, писать ли новый инструмент, мы смотрели на то, как вообще справимся ли мы это и уложимся ли во время, которое нам для этого отведено. и все, что мы написали, в итоге будет действовать примерно по следующему плану. Мы будем заходить на страницу, будем искать тот же элемент с текстом, тот же хедер и проверим, что в хедере есть наш номер телефона. Также с помощью Selenium мы можем проверить, что у этого элемента ему присвоен какой-то класс. К сожалению, свойства этого класса проверить мы не можем, но то, что класс присвоен этому элементу, мы знаем. Я писал тоже такие проверки, возможно, некоторые из вас тоже увидят знакомые проверки на этом слайде. Дальше же мы идем по сценарию, переходим на страницу продукта и проходим по всем этим моментам, которые нам нужно проверить по продукту. Имя, description, его размер, цену. Все это может привести к тому, что код, который написан в рамках этого теста будет настолько большой, что, чтобы его поддерживать, придется открывать целый отдел автоматизации. А еще и добавьте туда локаторы, которые постоянно меняются, и это все пройдет в какую-то череду правок, нестабильных тестов и постоянно красный CI. Имея даже эти проверки, допустим, вы их уже написали, все равно не сохранит вас от проблем, как, например, выглядит на этом слайде. Вам придет заказчик или придет от клиента жалоба, что картинки не отображены на сайте. Вы откройте тесты и посмотрите, как же так случилось, почему так произошло. Тесты проверяют конкретно, что в элементе страницы есть ссылка на сам элемент, ссылка на саму картинку. А картинка не поменялась. Проблема оказалась в CDN, на котором эти картинки, или в другой файловом сервере, на котором эти картинки, собственно, и находятся. Они или перенеслись, или их удалили. В общем, найти такую багу вы не сможете, не открыв сайт. И такое может пройти, собственно, и на продакшн. Также вы не сможете отловить, если текст или элементы между собой, если верстка разорвалась и элементы между собой перемешались, как, например, на картинке здесь. Такое с помощью Serenium вы найти не сможете. В лучшем случае вы сможете найти, если кнопку, по которой вы нажимаете, ее перекроет какой-то другой элемент, попытаясь нажать, вы получите exception, что другой элемент получит клик. И Serenium такое может найти. К сожалению, с текстом по-другому, по тексту никто не будет кликать. Соответственно, вы такое найти не сможете. А еще, не дай бог, на вашем сайте есть такие элементы, как графики, которые обычно... Графики или картинки, которые находятся внутри канвас-элементов, которым даже доступ вы получить не сможете. Вернее, вы сможете получить, но внутри этих элементов нет никаких локаторов, с помощью которых вы бы могли получить информацию с этого графика. Когда вы говорите менеджменту, что мы покрываем все, мы всю функциональность проверили, а менеджмент может даже не подразумевать, что это является лимитом, это является тем, что вы не можете покрыть, а вы и не уточняли, что вы не покрываете, но все это уже подключено к CICD, и вы льетесь на продакшн, не проверяя, не открывая сам сайт. Это, конечно, приведет к ситуации, когда одна из таких проблем выльется наружу, менеджмент придет к вам, кричать, что как же так, вы же автоматизатор, все уже автоматизировали, а вот это тесты пропускают. Вы, конечно, будете говорить, что это проблемы инструмента, но это всего лишь проблема в том, что инструмент для этого не предназначен. Можете говорить, что селениум флэки, хотя это тоже не так, просто нужно найти другой инструмент для этого. И для этого инструменты уже есть. Такие инструменты называются инструментами для визуального тестирования. Что входит в их основу, отображено на этой картинке. У вас есть скриншот того, как выглядит ваш сайт, так сказать, бейзлайн, того, как написано в Acceptance критериев, вы будете сравнивать с ним то, как выглядит ваш сайт, и релиз кандидат, который находится справа. Дальше вы скармливаете эти две картинки алгоритму, который, неважно с помощью чего, находит разницу между этими двумя картинками и подсвечивает эту разницу красным светом, где вы уже как человек принимаете решение. Является ли разница, которая подсвечена функционалом, который вы добавили, и это будет ваш новый бейзлайн, либо же эта разница нежелательный регресс, и эту разницу, собственно, нужно пофиксать, и нельзя выливаться на продакшн. Чтобы использовать этот инструмент, в первую очередь вы будете использовать этот инструмент, в первую очередь, чтобы понять, как и контролировать, как ваше приложение выглядит на различных расширениях экрана. Это позволит вам ускорить такого рода проверку, делая скриншоты для разных экранов. Для веб-приложений это позволит проверить также, как ваш веб-аппликейшн работает кросс-браузерно. Есть разные веб-движки, они по-разному рендерят CSS. Проверить, как действительно отображается и отрендерена ваша страница, можно только в браузере. Отдельно хотелось бы еще добавить, то, что вы можете проверять не только целые страницы, не только целые вьюхи. Можете проверять еще и отдельные части страницы, элементы. Современные фреймворки разработки фронтенда, такие как React, Angular, Vue, позволяют вам разрабатывать компоненты. Соответственно, вы можете тестировать и можете делать скриншоты отдельных этих компонентов. Из багов, которые вы будете ловить, в первую очередь, если мы говорим о веб-приложениях, это будут баги CSS, нежелательные CSS-регрессии, которые будут выражаться в съехавших элементах или любых других проявлений CSS. Что же касается функциональных тестов, даже несмотря на то, что некоторые разработчики даже платных инструментов визуального тестирования будут вам говорить, что визуальные тесты заменят все другие уровни тестирования. Я стараюсь быть более прагматичным в этом вопросе. Все-таки считаю, что нужно придерживаться пирамиды тестирования. Кстати, ее мне показывать, к сожалению, запретили, поэтому буду проговаривать устно. Функциональные тесты вы можете заменить в вашем проекте, если ваш проект достаточно простой. Например, статический сайт. Пожалуйста, можете весь статический сайт проверить скриншотами очень просто. Если же вы рассчитываете на более сложный проект, скорее всего, есть другие уровни тестов, которые вам помогут проверить функциональность. Не стоит все вешать на визуальные тесты. И говоря об инструментах, таких инструментов достаточно много. Я начал свое путешествие в этот мир вот с вот этой вот ссылки. Можете зайти на эту страничку в GitHub, и это наиболее полный перечень всех инструментов, которые я находил в интернете. Также по этой ссылке вы найдете как платные инструменты, бесплатные инструменты. Вы сможете еще и посмотреть некоторые статьи на эти инструменты. Для себя я сделал небольшое группировку всех тех инструментов, которые представлены. Значит, первая группа – это инструменты, которые представлены в виде библиотеки. Это библиотека, которую вы подключаете в ваш проект в зависимости. Она привязана зачастую к языку, на котором, собственно, она написана. Также она привязана к инструменту автоматизации. Будет ли это Selenium или Puppetir, неважно. Вы привяжетесь к этому инструменту. Картинки у вас будут храниться в GIT, но цена будет, конечно, бесплатная. Что же касается инструментов, которые реализованы в виде сервиса, эти инструменты предоставляют зачастую, они платные, конечно, за исключением некоторых опен-сорс проектов, они тоже есть в том списке. В свою очередь, они представляют различные библиотеки, что позволяет не привязываться к конкретным языкам и инструментам. И еще сервисные решения разделяются еще на две отдельных части. Одни делают скриншот на стороне клиента, одни я называю скриншот на стороне сервера. Разница в них в том, что в первом подходе мы на сервис отправляем именно сам скриншот. Это подойдет нам для любых аппликейшенов, мобильных, хоть смарт-холодильник проверяй. Пока мы можем сделать скриншот, пожалуйста, можем использовать этот сервис. Другие же делают скриншот на стороне сервера. Здесь мы, это подходит только для HTML, для веб-приложений. Туда мы отправляем HTML, CSS, все ассеты. Там уже на сервере поднимаются несколько браузеров, и это позволяет очень быстро делать большое количество скриншотов в нужных нам расширениях. Я не буду говорить о том, плохой подход или нет, они просто два разных подхода. Но я стал перед выбором, какой же инструмент не использовать. Я пришел к менеджменту, говорю, что окей, есть отличные платные инструменты, дайте мне, пожалуйста, X денег, и будет все круто. На что мне сказали, что с деньгами, собственно, каждый может сделать. Ты попробуй сделать без денег. У нас есть время. Вот, пожалуйста, занимайся. Пробуй что-нибудь это решить другими ресурсами. Я начал пробовать open-source инструменты, даже начал контрибьютить в другой open-source инструмент, который тоже реализован в виде сервиса. К сожалению, его разработчик уже его забросил, и не получилось продолжить жизнь, вдохнуть жизнь в этот инструмент. Собственно, на карантине, когда у меня было много свободного времени, так получилось, что я решил сделать свой инструмент. У меня накопилось кое-как знаний по JavaScript. Хотелось доказать, в первую очередь, себе, что я могу сделать этот инструмент, и сделать инструмент, в котором я решу все эти вопросы, которые мне не нравились в уже существующих. Так, собственно, и появился Visual Regression Tracker. Пожалуйста, заходите на главную страницу GitHub, лайкайте. Буду рассказывать про то, что уже получилось в самом инструменте. А получилось то, что это JavaScript на фронтенде, JavaScript на бэкенде, все с помощью TypeScript. Это React-приложение, которое вы можете зайти в админку как менеджер. На бэкенде же это Node.js, Nest Framework, который общается с базой данных. Это все запаковано в Docker. Вы сможете очень просто поднять об этом чуть позже. И это предоставляет вам этот сервис какого-то рода API, в котором вы можете общаться по HTTP, используя SDK, используя агенты. Об этом я тоже расскажу более детально. Но так выглядит сама архитектура сервиса. Здесь вы уже можете примерно понимать мои дизайнерские способности на уровне рисования этой картинки. Сам сетап инструмента в пять простых шагов. Нужно убедиться, что у вас есть Docker. Копируйте сам Docker Compose со списком нужных контейнеров. Копируйте файл с конфигурацией, в которой вы можете задать IP-адрес, где будет открутиться сервер, порты, коннект к базе данных. Также можете задать, например, максимальный размер картинки, который будет допускать на вход в ваш сервис. Все это стартуется Docker Compose. И это есть небольшой видос, трехминутный то, как я это делаю по SSH. Пожалуйста, просмотрите видео. У вас не должно возникнуть проблем с установкой этого сервиса у себя. В конце концов, когда вы все установите, это закончится тем, что в консоли вы увидите дефолтно сгенерированный первый ваш проект, который вы можете использовать, и первого юзера, в который вы можете уже приступать к интеграции. Потом вы зайдете в админку, можете создать сколько угодно этих и проектов, и сервисов, и юзеров. Неважно. Это просто для ускорения интеграции. И можете, собственно, приступать к самой интеграции проекта. Интеграцию мы можем делать в несколько этапов. Вернее, в несколько уровней. Первый уровень. Вы сейчас лифчик и пишете на JavaScript, и сейчас доступны именно агенты только на JavaScript. Агенты – это такие библиотеки, которые предоставляют нативную интеграцию с уже каким-то существующим инструментом автоматизации или фреймворком. Например, если вы используете Cypress или CodeSeb.js или видео, вы не можете установить просто к этой библиотеку и начать ее использовать. Вам нужен определенный плагин к интеграции этой библиотеки. Вот такие плагины уже написаны для плейбрайта Cypress и CodeSeb.js. Для веб-драйвера.io, к сожалению, я не знаю имя человека, который взялся за эту задачу, но уже есть версия, уже есть первая версия интеграции к веб-драйверу.io. Можете найти ее в NPM. Скоро мы работаем над этим и сделаем официальный релиз. Сможете пользоваться и с помощью видео. Если же вы менее удачлив и менее счастлив писать на JavaScript, можете использовать интеграцию через SDK. Есть для Java и для Python. Кстати, для Python SDK написал товарищ Дэниел Кроу, человек из Австралии. Решил проснуться один раз и понял, что нужно написать SDK для Python. Я увидел только пол-реквест с уже готовым проектом. Я его заинтегрировал и вы можете уже пользоваться этим SDK на Python. Если же вы менее удачливы, пишите, например, на .NET или любом другом языке, вам нужно будет написать обертку поверх тех API, которые представляют сервис. Собственно, вы реализуете в таком виде SDK. Можете законтрибьютить в проект за open source сам этот SDK. Для тех библиотек, которые уже есть, которые уже готовы, для каждой из них есть пример интеграции. То есть вы берете, разворачиваете сам сервис, это должно вас занять примерно 5 минут. После копируете любой пример, понравившийся вам из этих трех репозиториев, запускаете его и можете уже проверить, как работает, собственно, сама система. Здесь же мы рассмотрим пример для Java с помощью и используя Selenit проект. Значит, у нас уже запущен сервис. Приступаем к интеграции. Мы открываем наши тесты. Нам нужно сделать небольшую конфигурацию. Здесь мы создаем объект Visual Regression Tracker Config. В него мы передаем несколько параметров. Первый параметр это тот URL, где поднят ваш бэкэнд. Обратите внимание, что это порт именно 4200, который по дефолту в конфигурации забит для бэкэнда, не для фронтэнда, не перепутайте. Мы его забиваем, чтобы дать знать, где, собственно, крутится наш бэк. Дальше передаем имя проекта, к которому будут относиться те картинки, которые он будет передавать. Авторизируем его с помощью API-ключа, который присылается каждому пользователю при регистрации. Передаем имя бранчи. В данном случае это Master Branch. Мы будем делать первые скриншоты. Это будут наши бейслайны будущие. То, как выглядит наш проект на продакшене, мы берем из Master Branch. Бранчи. Передаем сейчас ее так. В идеале в CI-пайплайне вы будете передавать ее параметрами в зависимости от той бранчи, на которой вы работаете или хотите запускать тесты. Это передается здесь. И для первого раза мы включим софт-ассерты. Это позволит нам вместо эксепшена, который будет выкидываться, если будет найдено какое-то несоответствие, вместо эксепшена эта опция включает нам вывод на консоль, что в случае длинного end-to-end теста, где мы делаем несколько скриншотов, позволит нам не прерывать выполнение теста и при первом прогоне собрать все бейслайны, опровнять их, а потом уже выключить софт-ассерт. Так проходит конфигурация. В before и after методе, перед всем выполнением теста и после окончания всех тестов, нам нужно стартовать, перед стартовать и после закончить сам билд. Это выглядит вот примерно так. Дальше мы переходим к написанию самого теста. Так в Selenidie написано, так в Selenidie происходит взятие скриншота всей страницы. Нам нужно сделать скриншот и получить его как base64 стрингу. Это делается вот так. Мы обернем это все в метод скриншот и в самом внутри уже самого теста мы перейдем на интересующую нас страницу, на хомпейдж нашего интернет-магазина. Сделаем скриншот и отправим его на сервер, сохранив его как хомпейдж-скриншот. Это будет наша проверка хомпейджи. Дальше мы нажимаем на страницу продукта и уже переходим на эту страницу, сохраняем скриншот как уже страница продукта. После выполнения этого теста мы уже можем переходить в админку. Выглядеть в деталях проекта будет это следующим образом, где слева вы увидите список билдов, которые были запущены до этого. Вы можете посмотреть первый и второй билд здесь запущены, их статусы и также для какой бранчи они были запущены. То есть мы запускали для мастера, видите такой тег мастер. Уже открыв результаты билда, вы увидите конкретные картинки, которые были туда отправлены. Для нас это хомпейдж и продукт пейдж. Открыв уже эти картинки, вы увидите сами детали, какая картинка уже была отправлена. Вы посмотрите, можете приблизить картинку, увеличить, уменьшить. Если вы убедитесь, что это то, как должна выглядеть ваша система, вы нажимаете кнопку approve и это становится вашим бейслайном. Так мы делаем для нашей хомпейджи и так мы делаем для нашей страницы продукта, если же опять все выглядит так же, как мы и ожидали. Что же будет выглядеть при повторном запуске тестов, я покажу на следующем видео. Так, значит, если тест найдет какое-то несоответствие нашего текущего результата с ожидаемых, все пиксели, которые будут отличаться от бейслайна, будут покрашены красным цветом. Вы перейдете в консоль, вам будет выдана ссылка на результаты этого теста, на тест, который упал. Нажимая на эту ссылку, вы сразу перейдете в детали этого теста. С помощью переключателя сверху вы сможете переключаться между той картинкой, которая была отправлена, и тем бейслайн, и тем разницей, которая была найдена. Здесь вы можете посмотреть это, как справа все пиксели выделены красным. В случае же, в нашем случае, это динамическая часть, которая меняется, и, допустим, мы не можем контролировать то, какая картинка отображена на этой странице, или она постоянно меняется, как слайды, можете посмотреть. В функционал проекта добавлена такая опция, как игнорируемые регионы. Вы можете эту часть картинки просто заигнорить при их сравнении. Нажимаете плюсик, растягиваете такой прямоугольник, покрываете всю часть страницы, которая не нужна в сравнении, и потом нажимаете на сохранить, что позволяет вам полностью пересчитать ту разницу. И если сейчас вы можете увидеть разницу в 24% с очень большой точностью, кстати, вот еще одна причина помочь мне с UI-частью. Нажимая на кнопку Save, вы можете посмотреть, как на сервер будет отправлена новая информация, картинка пересчитается, и будет уже результат с учетом игнорируемого региона. Конечно же, я вам не рекомендую злоупотреблять этой функциональностью. Лучше использовать макирование данных, и мы еще поговорим о том, как увеличить стабильность ваших тестов. Но здесь вы можете посмотреть на то, как выглядит сама эта функциональность. И переходим уже к тому, собственно, для чего, и как выглядят те наши бейслайны, для чего мы их собирали. Все это выглядит примерно вот так. После того, как мы принимаем наш бейслайн, он у нас отдельно сохраняется в проекте, где на определенную страницу всех вариаций мы можем зайти, всех бейслайнов, и увидеть их здесь. Здесь мы также можем отфильтровать по имени, отфильтровать по тегам, по дополнителям, если же вы будете их использовать. Я тоже расскажу о том, как их использовать. Но вы сможете найти, например, как выглядит ваш сайт на нужном расширении экрана, или для нужного браузера, или картинка хомпейджи в различных бранчах. Это вы сможете сделать именно здесь, и перейдя в историю уже конкретного бейслайна, вы увидите всю историю изменений с первого теста, где был принят бейслайн, и все последующие изменения бейслайна вы увидите их в этой истории. Сможете сделать такого рода ретроспективу. Возможно, вам будет полезно обратить внимание, после чего появилось там, та нежелательное изменение на странице. Это вы сможете сделать в истории. Там будет ссылка на тот тест, где был принят, собственно, этот бейслайн. Ну и что касается разных расширений экрана, разных браузеров, это также вы можете сохранять эти бейслайны. Если вы раньше использовали библиотеку, использовали инструмент в виде библиотеки, возможно, раньше вам приходилось экспериментировать с именем файла, здесь же вы можете использовать такой параметры, как test run options, и в него вы сможете передавать такие теги. Сейчас это device, operation system, browser, viewport. Вы можете, конечно, сделать это параметризировано в зависимости от того, какие параметры используются для запуска теста. Смысл в том, что эти все бейслайны будут сравнены с теми же... Картинку, которую вы отправите с этими параметрами, будет сравнена с таким же бейслайном, который имеет то же имя и те же теги. Если вы не передаете теги, эти теги по умолчанию будут пустыми страницами. Но так происходит само именно сравнение и поиск нужного бейслайна по имени и по всем дополнительным тегам. Последней опцией здесь является diff tolerance. Это опция, которая вам позволит сделать сравнение скриншотов менее точным. Я тоже не рекомендую вам злоупотреблять этой опцией. Здесь в примере это 1%, по дефолту это 0%. В хорошем случае это должно и остаться в нуле. Вам нужно стремиться к этому. Но если так случилось, вы можете сдать этот процент к конкретной картинке и сделать это в данном месте. Кстати, вчера вышла новая версия, в которой мы тоже добавили дополнительную возможность передавать сюда опции, это игнорируемые регионы. То есть одно место вы можете передать их на сайте с помощью drag-and-drop, а второе вы можете передать их прямо здесь в конкретной картинке. Это будет полезно, к примеру, мобильным приложениям заигнорить верхний application bar, который примерно на всех картинках будет одинаковый, чтобы не рисовать это рукой. Но вы можете сделать это программно теперь здесь. Кстати, Маша, может там есть какие-то вопросы? Давайте сделаем, может, небольшую передышку. Есть ли какие-то вопросы? Да, на самом деле у нас есть пара вопросов. Один про попиксельное сравнение. Я думаю, мы оставим его на дискуссионную зону, потому что он очень объемный. И вопрос про diff-tolerance. Какие обычные значения на боевых проектах? То есть какое отклонение в процентах используешь? По-хорошему я использую 0%. И считаю, что к этому нужно стремиться. Мы поговорим, есть ли проблема в данных, есть определенные тонкости, как этого добиться. Нужно использовать повторяющийся environment, примерно к докеру. Об этом я тоже расскажу и дам вам ссылку на еще один доклад, в котором это очень хорошо описано. Но я считаю, что нужно стремиться к нулю. Должно diff-tolerance там остаться в нуле. Спасибо. И еще один вопрос про, собственно, отклонение. Есть ли проблемы с отклонением в шрифтах? Когда, например, обновилась версия браузера, не бывает ли с нулем как раз-таки процентов таких проблем? Да, такие особенности бывают. Это еще присуще разным операционным системам. Они рендерят разные шрифты по-разному. Тут, к сожалению, мы контролировать это не можем. Единственное, что мы можем, это добавлять тег, который позволит, например, на разных операционных системах сверять тот бейслайн, на какой операционной системе он был сделан. Но это, к сожалению, пока мы сделать не можем. И пиксельное сравнение будет, конечно, очень чувствительно к таким. Спасибо за вопросы. Я, если что, еще подробно отвечу на дискуссии. Давайте перейдем дальше. Следующий момент, который я хотел рассказать, это то, как работает собственная система при реальной ситуации, когда у нас идет разработка в нескольких бранчах. У нас же не один разработчик, у нас разработчиков много. Мы все ответвляемся от мастера. И примерно так будет выглядеть ваш рабочий процесс, когда вы сделаете какое-то изменение на UI. У вас есть уже бейслайн в мастере. Вот такого элемента, который на странице деталей продукта. И кнопка добавления. Задача ваша сделать изменение в этой кнопке. Добавить иконочку. Вы делаете новую бранчу, называете ее тикет 1, 2, 3. Делаете это изменение, запускаете тест. Тесты благополучно падают, так как бейслайн отличается от той картинки, которую сделали вы. И все пиксели помечены красным цветом. Здесь же мы будем принимать решение, действительно ли эта картинка то, что мы ожидали. И в нашем случае это так и есть. Мы ее проверили. Приняли это как наш новый бейслайн. Но поменять бейслайн в мастере мы еще не можем. Так как другие программисты тоже запускают свои тесты. И они не должны увидеть у себя упавшие тесты из-за тех изменений, которые у них нет. Соответственно, после того, как мы принимаем этот бейслайн, одновременно в нашей системе будут существовать уже два бейслайна. Один бейслайн, который будет использоваться на мастер, он останется без изменений. Второй бейслайн будет конкретно для нашей бранчи. И все наши тесты, которые будут запускаться с этой бранчой, будут сравнены уже к конкретному этому бейслайну. И тесты будут у нас проходить. И в какой-то момент все наши изменения мы объединим, смержим их в мастер. И они попадут в общую ветку или станут нашим новым мастером. Дальше мы запускаем тесты снова. И мастер у нас уже не мастер, а мастер плюс наш тикет. Или может несколько других бранчей. Мастер другой. Мы запускаем тесты и с нашим бейслайном опять видим дифференс, так как на сервисе бейслайн у нас не обновлен. Запускаем тесты, тест опять падает, дифференс подсвечен. Мы опять принимаем решение, является ли это ожидаемым результатом. И уже принятие в бранче мастера, мы когда апрувим этот бейслайн, это становится нашим новым бейслайном. Так происходит, замыкается цикл, так происходит весь процесс разработки. Есть возможность смержить бейслайны до запуска теста, чтобы смерженный код уже не приводил к упавшему тесту. И опять проверку бейслайном. Мы можем сделать мерж картинок отдельной. Есть такая функциональность. Но нужно понимать, что мерж картинок происходит их заменой, а не как код слиянием кода. Соответственно, эта функциональность еще будет в разработке, будет отточена. Но можете иметь в виду, что такая возможность есть. И в будущем мы хотим сделать такой бесшовный процесс этой интеграции. И говоря еще о стабильности. Конечно, инструмент не ответит вам на все вопросы, не решит всех ваших проблем. Им нужно еще научиться пользоваться. И, опять же, согласно той же пирамиде тестирования, их количество не должно быть очень больше, чем функциональных тестов. Тут нужно понимать, что они также могут быть нестабильны. И чтобы эту стабильность хоть как-то привести в подходящий для нас вариант, нам нужно зафризить всю анимацию. Поговорить с фронтенд-разработчиком, разобраться, с помощью чего эта анимация делается. Либо остановить ее, либо добавить игнорируемые регионы. Дальше тоже мы сделаем для динамических данных. Если у нас какая-то страница, и в зависимости от данных, которые приходят с другого сервиса или с нашего же бэкэнда, если в зависимости от этих данных у нас страница отображает разную информацию, каждый раз это будет новая картинка, и вы будете видеть дифференс. Соответственно, будет упавший тест. Если у вас статический сайт, вам, конечно, повезло, вы один раз сделаете, будете прогонять, у вас все будет отлично. Если же нет, научитесь макировать данные, научитесь загружать либо в базу данных, либо перехватывать запросы. Вам придется с этим разобраться. Но, скорее всего, по-хорошему вы должны уже это делать. Если вы пишете какие-то end-to-end сценарии, там тоже нужно делать какой-то стаб данных, и нужно с этим разобраться в любом случае, иначе не взлетит. То же касается и различий в рендере шрифта. На разных машинах, на разных браузерах это может отличаться. Вся команда должна использовать повторяющийся environment. Если я и мой коллега запускают тесты, они должны быть запущены на одном и том же environment, а не на двух наших разных машинах. Посмотрите инструмент, как Selenoid, позволяет вам запустить ваш браузер внутри докера. Вы можете сделать для вашей команды такой environment, иначе тоже не взлетит. Будут отличия в пикселях, которые, может, на человеческий глаз и не так заметны, но для попиксельного сравнения это будет очень критично. Вам придется играть с толерансом и заниматься подобного рода магией. И последнее от меня это не бойтесь сделать ретрай для сравнения скриншота. В процессе того, как страница загружается, вам не обязательно добавлять какие-то ожидания, пока вся страница загрузится. Вы можете делать отправку скриншотов с небольшим тайм-аутом, и это будет уже правильно отработано на сервере. Если к нам был такой реквест, чтобы иметь возможность сохранять только последний результат одного и того же теста, вы можете реализовать это как очередной expected condition и ожидать, пока ваше приложение не придет в тот же стейт, который будет соответствовать тому же скриншоту, который на бейслайне. Вы можете это сделать с помощью ретраев, ретраев именно повторений скриншотов и отправлений результатов на сервер. Это уже реализовано. И, конечно, я совру, если скажу, что это решит все ваши проблемы. Проблем еще очень и очень много. Про них отличный доклад Антона Усманского. Это еще один разработчик инструмента визуального тестирования, Гермиона. Они сделали даже свою библиотеку для сравнения скриншотов. В своем докладе он рассказывает еще куча-куча примеров, что нужно предусмотреть, чтобы получить стабильные скриншоты. Я же скажу, что он в своем докладе будет показывать, что делать, если вы фокусируете на поле ввода текста, там мигающая каретка. В зависимости от момента скриншота, каретка или будет видна, или нет. И это будет фейлить вам тест. Вот Антон в своем докладе рассказывает, как пофиксить эту проблему. Теперь поделюсь с вами планами, как я вижу развитие этого инструмента. Ну, вы сами видели UI, который нужен в доработке. Мне, конечно же, нужна с этим помощь. И с моей стороны я предоставлю вам всю нужную информацию. Мы пишем на React плюс Material UI. Это все позволяет нам сделать быструю разработку, но ее еще нужно, конечно же, правильно разместить все контролы, сделать это удобным для пользователя. Поэтому я хочу призвать добровольцев, если вы фронтенд-разработчик или дизайнер, помогите в разработке проекта. Своими силами я буду тоже пытаться в улучшениях UI. Прилетают новые задачки, будем их фиксить, будем улучшать. В идеале еще хотелось бы поработать с алгоритмом кастомного сравнения, с кастомным алгоритмом сравнения. Как уже видно было из вопросов, в попиксельном сравнении есть свои особенности. Это попиксельное сравнение используется во всех инструментах опенсорсных. Это база, с которой можно начать и стартовать. Но это еще не самый удобный способ сравнения. Например, один из возможных способов – это используя Machine Learning, Artificial Intelligence. И есть уже инструменты. К примеру, есть Applitools, платный инструмент. Один из разработчиков, Адам Карми, рассказывает, как конкретно в Applitools решался вопрос сравнения не попиксельно. Они обучили нейронку, написали кучу кода. На это потребовалось несколько лет. И я в будущем, если буду работать над этой задачей, а я планирую над ней работать, буду брать этот доклад за основу. Если вам тоже интересно, хочу призвать вас поучаствовать. Будем работать в этом направлении. Ну и, конечно же, инструмент опенсорсный. Мне нужно получить фидбэк от вас. Мне нужно получить какие-то то, что вам нужно. Может, вы видели в других инструментах, что вам понравилось. И хотите привнести этот инструмент. Закидывайте таски на GitHub. Будем разбираться, что нужно делать. Будем делать. Последние изменения в проекте – это чисто запросы пользователя. Так, ну и подсуммирую. Что вы получите, если воспользуетесь инструментом? Visual Regression Tracker. Значит, в первую очередь, инструмент, сервис внутри вашей сети, секьюрный, который не будет привязан к фреймворку автоматизации. Если у вас большая компания, разные инструменты автоматизации, появляются новые инструменты, неважно. Вы сможете всегда его использовать, если есть нужная SDK. Неважно, какую платформу вы тестируете – смарт-часы, смарт-холодильник. Опять же, пока вы можете сделать скриншот, вы сможете использовать инструмент. Хоть из папки присылайте скриншот. Можете посмотреть историю бейслайнов. Это все сохраняется на сервере. Все скриншоты. Также сможете разрабатывать в различных бранчах и не стопать в HCI, если в какой-то бранче будут изменения. Сможете, как Hotfix, делать drag-and-drop регионы, добавлять игнорируемые. Это позволит быстро игнорировать части картинки, если в других инструментах нужно делать как CSS-инъекции или еще как-нибудь изгаляться. Здесь я хотел сделать удобный способ игнорирования. Вот сделал drag-and-drop. Ну и, конечно же, завернуто это все в Docker-контейнер, что позволит быстро поднять это все с нуля. Говоря о плюсах, я не могу, конечно, не затронуть и какие-то минусы инструмента. В первую очередь, это, конечно же, риски. Инструмент новый. Я не Microsoft, я не Facebook. Когда берете их инструменты, вы понимаете, какой уровень этих инструментов будет внутри. Все-таки инструмент разрабатывается примерно полгода. В каком-то смысле это код в мешке. Моя задача, конечно же, рассказать вам, что этот код миленький, не кусается и будет мяукать каждый раз, когда будет ловить дифференс на картинках. Но это определенного рода риск, так как нету никаких других подтверждений, кроме моих слов, что инструмент работает. Нужно иметь смелость, чтобы воспользоваться им и сделать фидбэк по инструменту. Действительно ли это так? Нужно быть смелым, попробовать. Конечно, еще одна проблема – это проект одного человека. Да, мне помогают с разработкой SDK, но основную часть именно функционала бэкэнда, фронтэнда сейчас я пилю сам. Я не получаю никаких денег с этого инструмента. Это чисто мое хобби, с которым я решаю свои собственные проблемы, как минимум делая инструмент для себя. И в определенный момент может так случиться, что вы зайдете в чатик, и вам никто не ответит на вопрос, который у вас возник, потому что комьюнити у инструмента небольшой, только я знаю, как это все внутри использовано. И будет, в принципе, картинка вот такая, что вы или пойдете копаться в код, разбираться, что же там так, ну или пойдете смотреть какой-то другой инструмент. Чтобы так не произошло, одна из моих основных задач, также и выступая на этой конференции, это привлечь людей, воспользоваться, а также привлечь людей, которые захотят поучаствовать именно и в разработке этого инструмента. Но это не обязательно уметь в программировании, чтобы участвовать в разработке. Просто знайте, что комьюнити тоже решает, и у нас это комьюнити в Телеграме. Присоединяйтесь. Из еще одних минусов хочу отметить, конечно, что несмотря на то, что инструмент в докере, вам нужно будет разобраться, как-то захостить его внутри компании. Может, вы поиграетесь, сделайте это локально, но если вы будете работать командой, это придется сделать где-то на удаленной машине. Конечно же, лучше же внутри сети, чтобы это было секьюрно, но это определенного рода усилия, которые нужно привнести. Сейчас я лично использую клауд-хостинг. Достаточно простая машинка, она мне обходится 5 баксов в месяц. Это 1 CPU, 1 гигабайт операционной памяти. Достаточно простая, там ничего нету сложного. Сейчас это простая JavaScript-библиотека, которая сравнивает картинки. Что касается диска, все зависит от размера картинок, которые вы будете хостить, и количество, конечно, этих картинок. Но примерно ориентируйтесь на это. И наверняка появилось множество людей, которые уже хотят законтрибьютить и стать тоже, поучаствовать в разработке. Я не могу вас обделить информацией, как это сделать. И, конечно, было бы здорово, если все были бы мы программистами, и все могли писать программы. Но для контрибьюта вам достаточно просто воспользоваться инструментом, оставить свой фидбэк, закинуть его в Twitter, написать статью, мне лично написать. Это все очень важно. Я использую это топливо для будущих изменений в проекте, так как это мой хобби проект. Ну, конечно же, я не могу оставить вас без внимания, если вы можете еще и написать какой-то SDK, к примеру, на Дотнете или для другого языка программирования. Пожалуйста, welcome. Что же касается и интеграции с любимыми вашими фреймворками? Если еще не написан агент, человек взял задачу по веб-драйверу.io, и вот сейчас есть готовая имплементация, которую мы будем релизить официально. И, пожалуйста, хотите, поучаствуйте в разработке, запилите новый, посмотрите, что не устраивает существующих, закидывайте pull-реквесты. Это все тоже будет смотреться. Будем развивать в эту сторону. Подсуммируя весь доклад, такую таблицу я создавал на своем собственном проекте, вернее, на проекте, где я работал, при выборе инструмента. Там еще не было регрешн-трекера, был другой инструмент, опенсорсный, который, к сожалению, прекратил свою поддержку. Подсуммируя, хочу сказать, что если у вас есть куча денег, и вы не хотите использовать ваши другие ресурсы, ресурсы другого вида, боевое решение, Аплитулс устанавливайте, скорее всего, все, что вам нужно, будет внутри этого инструмента. Если же вы хотите что-то попроще, и у вас веб-приложение, возможно, вам подойдет перси, там есть еще фремиум, это 5000 скриншотов в месяц, вы сможете сделать бесплатно. Тоже достаточно хороший инструмент, там придется немного повозиться с интеграцией, но тем не менее, тоже рабочий инструмент вам подойдет. Для варианта, когда вы, например, фронтенд-разработчик или пишете на JavaScript, вот есть простенькая библиотека, которая подключается в ваш проект, это не сервис, это уже либо, которая будет сравнивать ваши скриншоты локально, она будет хранить картинки в ГИТе, подходит только для JavaScript, но в течение пяти минут у вас уже будет инструмент, которым вы сможете пользоваться. Если, конечно, вы хотите не спать по ночам и поучаствовать в разработке проекта, а также вас манит что-то новое, и вы хотите, например, на ревью сказать, что вы нашли новый инструмент для сравнения скриншотов, который можно даже хостить внутри сети, я призываю вас воспользоваться Visual Regression Tracker. Сейчас JavaScript, Java, Python можете уже пользоваться, подключать, другие языки еще будем работать. И, собственно, это все, чем бы я хотел с вами поделиться. Большое спасибо за то, что прослушали доклад. Опять же, подписывайтесь на мой твиттер, на твиттер инструмента, заходите в Telegram-канал, ответим на все ваши вопросы, а также на все вопросы, которые у вас есть сейчас. Я, наверное, смогу тоже ответить. Спасибо. Паш, спасибо тебе большое. Я надеюсь, что после этого доклада комьюнити твоего инструмента сильно вырастет. У нас есть несколько вопросов. Давай начнем с бейзлайнов. Расскажи, пожалуйста, про них немножко побольше. Это вся страница или можно сделать часть страницы, это видимая часть. Вот как они вообще выглядят? Значит, все, что касается бейзлайнов. Свою работу инструмент начинает с того момента, когда вы в него отправляете скриншот для сравнения. то, как вы делаете скриншот, не подпадает в функционал самого сервиса. То есть, все зависит от инструмента автоматизации. Вы можете делать как скриншот всей страницы, вы можете делать скриншот отдельного элемента на этой странице. Вы можете хоть из папки брать ваш файлик, делать энкод B64 и отправлять на сервис. То есть, это уже зависит от вас и не является функциональностью системы. Сервис на вход примет картинку, какая бы она ни была. Это понятно. То есть, получается, что эта картинка может быть каким-то кусочком страницы и это тоже может быть бейзлайном. И тогда не нужно игноры вообще использовать. Да, так и есть. Я даже использую сравнение частей экрана. Я разрабатываю это на реакте и с помощью Cypress, например, мы можем монтировать компонент внутри веб-страницы и сделать скриншот отдельной компонента без поднятия самого бэкэнда, например, замоков, все остальное. Я тестирую конкретные компоненты отдельно. Можете посмотреть, как это в репозитории фронтенда реализовано. Круто. А расскажи еще, пожалуйста, про софт-ассерты. Вот ты там приводил пример, что мы можем их выключить или нет, наоборот, включить, если они софт, и сделать, не ронять тест, сделать все-все-все скриншоты. А потом ты все-таки рекомендуешь не делать софт-ассерты. Или вот какая твоя рекомендация пользования в этом плане? Да, в общем, конечно, эта функциональность была добавлена тоже по просьбе комьюнити. Изначально я задумывал, что не должно быть вообще софт-ассертов, падать тест должен тогда, когда есть какая-либо разница, даже в один пиксель. Но в реальной ситуации получилось так, что использовать сравнение скриншотов мы можем внутри длинного энд-то-эн-теста. Его выполнение не должно прерываться, если, допустим, у нас нету бейслайнов, и мы хотим заснять сначала все бейслайны, а потом уже включить эти софт-ассерты, выключить эти софт-ассерты. Это было добавлено, чтобы иметь такую возможность и каждый раз не перезапускать тест, делая, собирая все бейслайны. То есть, вы включаете софт-ассерты, прогоняете тест, собираете, дальше уже на ваше усмотрение. Хотите делать квалити-гейт, хотите делать жесткий квалити-гейт, если будет разница в картинке, будет вам эксепшн. Хотите вывод на консоль, будет вам вывод на консоль. Есть такая опция, используйте. Супер, спасибо. А вот еще у нас есть вопрос, ну ты частично уже на него ответил, но давай чуть-чуть поподробнее разъясним. Если нужно делать там с мобильного приложения, нам вообще совершенно не важно, сервер просто примет любую картинку и получается с мобилкой мы тоже можем, с живой мобилкой мы тоже можем спокойно заинтегрироваться. Да, да, вы можете хоть с того же холодильника. Как только вы имеете возможность с него сделать скриншот, отправляйте на сервис, это будет неважно, сервису откуда придет эта картинка. Супер. Давай еще немножко все-таки проговори про попиксельное и непопиксельное сравнение. Ты просто немножко затронул эту тему в своем докладе и говоришь, что ты бы над непопиксельным сравнением тоже бы поработал. Тебе вообще кажется, за каким тестированием будущее? я считаю, что это будет правда где-то посередине, это должна быть комбинация и может попиксельного сравнения и какого-то обученной нейронной сети, которая будет пытаться посмотреть на картинку так же, как и человек, но мы знаем, что в текущих реалиях это еще сложно этого добиться, но в будущем возможно мы перейдем именно на такой алгоритм сравнения, как уже некоторые делают, не ясно конечно до конца что там внутри, ребята говорят, что машин лернинг AI, ну будем пробовать, если получится, сделаем, ну будущее вот чем-то машин лернинг и нейронной сети помогут в принятии решений и это уже например с логом с мониторингом нам помогает. Вот мониторинг ошибок на продакшене вот у нас делается с помощью инструмента, который под собой анализирует эти логи нейронной сети. Это весьма интересно, ты не делал об этом еще доклад? У меня есть доклад про то, как тестировать машину, про то, как должно быть реализовано тестирование в проекте с машинным обучением. Я делал мобильное приложение, которое распознавало рукописный текст, это было реализовано для детей, чтобы они обучались, как рисовать, как писать буквы. пальчиком рисуешь букву, отправляешь на сервер и тебе сервер отвечает на сколько процентов это та буква, которую ты хотел написать. И на фоне этого приложения я тоже делал доклад, что конкретно нужно тестировать при разработке такого приложения. Интересная тема. Ладно, давайте вернемся немножко назад к визуальному тестированию. Есть такая достаточно распространенная проблема, когда у нас данные на странице быстро меняются. Например, это там графики какие-то. Или ты поставил в поле курсор, и у тебя начала мигать каретка. Вот что с этим делать с помощью твоего инструмента? Насчет каретки тут доклад Антона Усманского. Могу немножко заспойлерить. На уровне операционной системы можно будет эту каретку отключить. Конкретно как рассказано в его докладе, но этим можно управлять. На крайняк добавляйте игнорируемый регион в этой части, но опять же, не злоупотребляйте. Вторая часть вопроса, повтори, пожалуйста. Если у нас какие-то динамические данные, например, динамические графики, ты получается в разный момент делаешь скрин, и у тебя на сервер отправляется немножко разный скрин, вот с этим что? Да, то есть, если мы говорим о динамических графиках, это тот период времени, который нужен графику, чтобы прийти в окончательную форму, или график строится на данных, которые мы не контролируем, он каждый раз будет разным? Ну, понятно, что если мы совсем не контролируем, наверное, можно замокать, а вот более интересный вопрос, если это с течением времени? Да, если замокать в любом случае придется, но если есть анимация в процессе того, как, если требуется время, чтобы система пришла в ожидаемое состояние, можете сделать сравнение скриншота с ретроем, это отправит в каким, это будет реализовано как вот expected condition в том же селении, будет скриншот с каким-то интервалом в течение 30 секунд, если система пришла в нужное состояние, тест пойдет дальше, если нет, по тайм-ауту упадет, это можно написать уже используя SDK, просто обернуть его в такой типа try-catch. Так, окей, и вот еще ты затронул немножко тему игнорируемого региона, а можно обновить игнорируемый регион, не обновляя при этом сам байзлайн, или отключить игнорируемый регион, не обновляя байзлайн? Значит, да, так и есть, когда вы зайдете в админку, вы сможете добавлять игнорируемый регион, и он будет сохраняться именно в байзлайн, то есть там будет всегда самый актуальный вариант игнорируемого региона, вы сможете в любой момент зайти, его добавить, и это будет использовано для последующих сравнений этого же байзлайна. Без изменения того же байзлайна вы сможете зайти и добавить его. А можно несколько игнорируемых регионов сделать на странице? Да, сколько угодно можете хоть всю картинку добавить в игнорируемый регион, да, такое возможно. Окей, ну на самом деле у нас тебе говорят спасибо за хороший доклад, мне тоже очень понравилось, и тебе предлагают идею, не было ли такой идеи брать байзлайн макапы от дизайнера, который приходит на предыдущих этапах разработки, и сравнивать их с актуальными скриншотами на замок иных данных? Кстати, это очень хорошая идея, и была, есть возможность такую реализовать, то есть просто отправив макап от дизайнера как байзлайн, но тут уже будет зависеть от ваших фронтенд разработчиков, действительно ли они могут привести вид вашего приложения к пиксельно такому же виду, как нарисовал ваш дизайнер, но теоретически это возможно, вам нужно будет сделать только такой же скриншот такого же разрешения и такого же размера, они должны быть идентичны по размерам, и вы сможете сравнивать эти две картинки по пикселю. Ну, кажется, здесь еще придется как раз таки вот с этим процентом немножко поиграться. Да, тут в реальном мире возможно, реализация это будет достаточно нежизнеспособной, то есть вы сможете посмотреть разницу между двумя картинками, но дальше это не пойдет, так как вы не сможете получить конкретно какую же картинку, как нарисовал ваш дизайнер. Но, тем не менее, при как минимум первой приемке вы сможете попиксельно определить, в чем же разница и в чем отличаются эти две картинки, дальше уже принять безлайн с Геральдом, который был более из реального мира, и продолжить цикл разработки. Расскажи еще немножко, нам пора заканчивать, какой вообще roadmap, что ты в ближайшее время хочешь добавить в свой инструмент? Значит, у нас по roadmap изменения в UI будем пытаться привести его в какой-то удобный вид использования. Вот последние изменения были это на странице тест-детейлов. Мы добавили хоткей, которые помогают быстренько переключаться вправо-влево с помощью клавиатуры между вашими результатами, также по хотке принимать деклайнить бейслайны, зум с помощью колесика мышки, вот такого плана будут изменения. Будут еще добавляться, планируем добавить кастомные теги, так как этого, тех тегов, которые уже есть, их недостаточно, будем планировать что-то делать, и если вас интересует конкретный конкретный родмап, заходите в проект, на который, на проект Visual Regression Tracker на гитхабе, заходите в Ishuse, я стараюсь там проставлять релиз версии, над которой мы сейчас работаем, которые планируются в будущем, и если вы хотите, конечно, повлиять, призываю вас закидывать задачи, заказывайте, что и как должно работать, будем пробовать сделать, и, собственно, родмап, вы будете контролировать родмап вместе со мной, как это будет развиваться. Мария Павел, прошу прощения, наше время на исходе, спасибо большое за очень интересный доклад, поэтому давайте... субтитры субтитры Продолжение следует...